Это экстренный вызов на канале ОТС. Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Сначала проник в чужую квартиру, потом избил полицейского. В отношении неадекватного мужчины возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Залечила до смерти безграмотная мать. Предстала перед судом за непреднамеренное убийство пятилетнего сына. Запретили водить и арестовали машину. Злостный нарушитель распрощался с долгами, когда оказался в безвыходной ситуации. Забрался в чужую квартиру, перепугал семью с двумя детьми, а потом напал на полицейского. Под воздействием наркотиков ранее судимый новосибирец обеспечил себе новые проблемы с законом. На приключения 33-летнего фигуранта потянуло среди бела дня. По версии следствия, употребив синтетическое зелье, мужчина решил взять приступом квартиру на втором этаже жилого дома на улице Кропоткина. По решеткам он поднялся на балкон, а далее пошел на штурм чужого жилища. С использованием находившийся на балконе гири разбил балконную дверь, далее проник в квартиру, где в то время находилось четверо людей. Глава семьи, его супруга, а также их двое несовершеннолетних детей. На вопрос их, с какой целью мужчина забрался в их жилище, тот ответил, что он является сотрудником полиции и осуществляет мероприятие по розыску и задержанию наркодилера. Однако ошеломленные хозяева незваному гостю не поверили. Он вел себя крайне неадекватно и к тому же вместо служебного удостоверения предъявил какие-то бумаги, мало похожие на официальные документы. К счастью, глава семьи не растерялся и быстро выставил лжеполицейского в подъезд. А уже на улице обманщика подобрали настоящие стражи порядка. Подозреваемого доставили в Калининский отдел МВД, однако в дежурной части его вновь потянуло на подвиги. В комнате по работе с доставленными 33-летний ранее судимый мужчина, задержанный по подозрению в незаконном проникновении в жилище, нанес удар кулаком в область головы полицейскому патрульно-постовой службы. Сотрудник полиции с ушибом мягких тканей головы обратился в медицинское учреждение. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки. В итоге буйный любитель запрещенных веществ заработал сразу две уголовных статьи. Теперь ему придется отвечать за незаконное проникновение в жилище, а также применение насилия в отношении представителя власти. К слову, ранее мужчина уже был судим за наркотики, что, впрочем, неудивительно. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания. Завтра суд будет решать вопрос об избрании ему меры пресечения. Леонид Лишенко, Тарас Тарасов, Экстренный вызов. Лекарство оказалось смертельным ядом, а заботливая мать – причиной смерти собственного малыша. Дело о медицинской безграмотности слушают в Октябрьском районном суде Новосибирска. Перед Фемидой предстала Керембу Карбосова, уроженка Кыргызстана, которая, по версии следствия, непреднамеренно лишила жизни своего пятилетнего сына. Трагедия произошла в январе минувшего года и началась с того, что ребенок подхватил острое респираторное заболевание. Обращаться в поликлинику женщина не стала, скорее всего, из-за того, что семья не имела городской прописки. Бороться с высокой температурой заботливая мать решила кардинально – с сильными антибиотиками. Произвела своему малолетнему сыну Кадырову, имеющему простудное заболевание ОРВИ, не менее пяти внутримышечных инъекций смеси приобретенных и раненых лекарственных препаратов цефазолин и ледокаин. В результате неумышленных действий Карбосова, ее малолетний сын Кадыров скончался в результате развития анафилактического шока. Из-за мгновенной аллергической реакции малыш впал в кому и впоследствии скончался в больнице. Уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Кирим Боу Карбосова полностью признала свою вину и попросила не исследовать в суде доказательства. Женщина утверждает, она хотела вылечить своего ребенка, но ее подвело отсутствие образования и обрывочные медицинские знания. Не знали, что так лекарства могут подействовать? Конечно, не знал. У меня же там медицинского образования нету. Я просто так вот слышала, что-то можно там, антибиотик что-то можно вводить, чтобы это и лечилось, чтобы. Ну а так-то у меня такое-то не было намеренно, что, конечно, своего ребенка и зачем. По словам женщины, такие препараты назначала ее ребенку фельдшер на родине в Кыргызстане. Тогда никаких аллергических реакций не возникло. Возможно, потому, что медработник, в отличие от заботливой, но неграмотной матери, имел специальные знания о дозировке препаратов и возможных побочных эффектах. Потерпевшим по делу признали отца пятилетнего малыша. Он не держит на карбосову зла и готов пойти с ней на мировую. Несмотря на это, женщине все же грозит срок. До полутора лет лишения свободы. Анна Скок, Алексей Баженов. Экстренный вызов. Несчастные случаи на производстве изучают следователи комитета. В железнодорожном районе Новосибирска рабочий пострадал в результате падения с высоты. ЧП произошло на строительной площадке дома номер один на улице Шамшурина. Один из рабочих поднимал 200 килограммов цемента на 11 этаж. Примерно на середине пути люлька зацепилась за фасад здания и рухнула вниз, повредив припаркованные рядом со строящимся домом автомобили. Подъемный механизм не выдержал напряжения, и люлька упала вниз. Вместе с ней упал, естественно, и рабочий, находившийся в люльке цемент. В результате мужчина с телесными повреждениями был доставлен в городскую больницу скорой помощи номер два, где ему были диагностированы телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Следователи выяснили, что пострадавший строитель не имел допуска к проведению высотных работ. По результатам проверки сотрудники СКР дадут правовую оценку действиям подрядчика, который допустил непрошедшего обучения мужчину к деятельности, связанной с риском для жизни. Вернули машину и позволили сесть за руль только после оплаты всех штрафов. Почти 300 тысяч рублей взыскали судебные приставы со злостного нарушителя правил дорожного движения. 35-летний новосибирец, видимо, давно отвык жить по правилам, регулярно нарушая скоростной режим. Должник накопил огромное количество штрафов и не спешил их оплачивать. На исполнение судебным приставам поступило 136 постановлений ГИБДД на общую сумму 150 тысяч рублей. Служители Фемиды в итоге запретили или хочу вводить автомобиль, а также арестовали его банковские счета. Невозможность свободно распоряжаться своим бюджетом и сидеть за рулем любимой машины сильно раздосадовали должника. После чего должник прибыл в отдел судебных приставов, однако целью его визита явилась буря негодования вместо погашения задолженности. Во время дискуссии неплательщик нервно крутил на пальцы ключи от своего автомобиля, который трудно было не заметить должностным лицам. Не прошло 10 минут, как транспортное средство, принадлежащее нарушителю, было арестовано судебным приставом-исполнителем. Toyota Camry 2008 года выпуска погрузили на эвакуатор. Решить проблемы взрослого сына попытался его отец. Он оплатил часть долга за нерадивого отпрыска, но это не позволило вызволить железного коня из-под ареста. Когда исполнители решили пустить иномарку с молотка, должник пришел в отдел судебных приставов и оплатил свои многочисленные штрафы, а также огромный исполнительский сбор – более 120 тысяч рублей. И последнее. Новосибирские транспортные полицейские наказали москвича за вредную привычку. Мужчину сняли с рейса за курение на борту самолета. Накануне в линейный отдел МВД в аэропорту Толмачева поступило тревожное сообщение. Экипаж воздушного судна «Новосибирск-Москва» просил сотрудников транспортной полиции срочно подняться на борт. Пассажир курил в туалете самолета и не реагировал на замечания. Нарушителем оказался 29-летний житель столицы. Транспортные полицейские припроводили мужчину в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол. Нетерпеливому пассажиру грозит штраф от 500 до 1500 рублей. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok